Всем привет! Меня зовут Ирина и мне периодически поступают одни и те же либо похожие вопросы обо мне и я решила их осветить в таком видео с названием чуть больше информации обо мне, потому что у меня уже есть текст слишком много информации обо мне, если интересно можете его посмотреть и в этом видео отвечу на наиболее популярные вопросы, которые вы мне задаете. Ну, во-первых, кто я? Хороший вопрос. Я Ирина, по профессии я учитель русского языка, литературы и истории, я окончила Московский педагогический государственный университет, ну и уже 4 месяца я веду свой YouTube канал. Второй вопрос. Где я работаю? Ну, если так придираться к словам, то можно ответить, что работаю я где захочу, потому что работаю я на себя и я могу работать как дома, так и не дома, почему сейчас чуть позже узнаете. Ну и логичный третий вопрос. Чем я занимаюсь, кроме ведения своего канала? Я преподаю, даю частные уроки, ну попросту занимаюсь репетиторством. И четвертый, вытекающий уже отсюда вопрос. Почему я не работаю в школе? Постараюсь вам объяснить. Я не совсем понимаю и не до конца приемлю современную систему школьного образования, поэтому я не очень хочу к ней быть причастна с точки зрения преподавания. И считаю, что знания можно донести желающим и преподавать можно не только в школе, но и различными другими способами. В образовательных центрах, занимаюсь репетиторством и так далее. Также для себя я решила заниматься по большей части заинтересованными учениками, какие, собственно, у меня сейчас все и есть. Мне не хочется убеждать кого-то, заставлять что-то делать. Это не нужно. Самая лучшая мотивация, которая у нас может быть, это самомотивация. Я знаю, как просто рассказать правила, как объяснить так, чтобы ребенок понял его надолго, но заставлять его сесть учиться и слушать меня час или полтора я не хочу. Поэтому, к счастью, у меня и нет таких учеников, которых нужно заставлять. И то же самое относится и к моему каналу. Мои видео продолжают смотреть только заинтересованные люди. Учителя, родители, школьники, неважно. Если человеку не интересно, то он не смотрит. Вот и все. Ну и для чего я вообще сделала свой канал? Здесь у меня целый ряд целей. Во-первых, это давать знания о русском языке всем желающим. Кому-то не повезло с учителем, кто-то на домашнем образовании, ему не хватает знаний. Через YouTube все желающие могут получить то, что хотят, если они ищут эти знания. Вторая цель – это давать актуальные знания. Я думаю, вы уже заметили, что все, что я рассказываю, я подкрепляю нормативной базой. Стараюсь на многое давать ссылки и в рубрике «Решу вести», например, даю информацию, которая действительно на данный момент. Следующая цель – это вселять школьников уверенность в себя, потому что у многих школа это отбивает. И я вижу пятиклассников, какие они уверенные, творческие, а порой уже не всегда уверенные. И какие уже девятиклассники, одиннадцатиклассники, они боятся давать ответ в принципе. Правильный, неправильный, они смотрят на меня и в принципе боятся что-то сказать. Я говорю, ну скажи, скажи неправильное, я же тебя не буду ругать, скажи что-нибудь, мы будем с тобой рассуждать и искать верное решение. А дети в школе сидят и молчат и боятся что-то сказать. Четвертая цель – мотивировать на обучение, потому что все-таки все, что мы получаем в жизни, мы получаем только благодаря постоянному обучению. Пятая цель – вдохновлять. Это связано с мотивацией, но я думаю, те, кто со мной переписываются ВКонтакте, уже понимают, что я вдохновляю не только на обучение, но и на творчество, и на многое другое. Мне это нравится и мне очень приятно, что я вам помогаю. Ну и шестая цель, я думаю, по важности она даже самая первая – это рассказывать все правила просто и быстро, чтобы вы их запоминали наиболее эффективно и на продолжительный срок. Основные вопросы закончились. Если вас что-то интересует, волнует, то обязательно спрашивайте меня ВКонтакте или здесь в комментариях, или пишите на почту. Ну и от себя я бы хотела добавить, что я очень ценю трудолюбивых людей, и я считаю, что только благодаря нашему трудолюбию мы получаем все то, что хотим. И, соответственно, в противовес, я не люблю ленивых людей в разных проявлениях лени. Вы сейчас можете мне начать говорить, что благодаря ленивым получались гениальные открытия, но это была не лень, это все вот так завуалировано, и из этого созданы мифы. Если бы Эдисон был ленивым, то он бы тысячу раз не пытался переделать свою лампочку. Это не лень, это подмена понятий. Поэтому желаю вам в 2017 году быть трудолюбивыми, почаще поднимать себя с дивана, делать новое, учиться и почаще говорить «да» разным предложениям и возможностям. Всех вас люблю, целую, будьтесь и решу, ведь я все решу. Всем удачи, пока-пока, скоро увидимся снова. Субтитры подогнал «Симон»!